Калибра наносит удар по американской коалиции, свободная пресса, новости сегодня, 22 сентября 2016 года, война в Сирии. США и их союзники создали полевой оперативный центр Field Operations Room в районе Алеппо, укомплектованный личным составом разведывательных служб. До того, как этот полусекретный объект 20 сентября был назначен в качестве цели для нанесения удара российскими ракетами, в нем действовали сотрудники разведок США, Британия, Израиля, Турции, Саудовская Аравия и Катара. Согласно сообщению информационного агентства Force News, удар по этому разведывательному объекту был нанесен российской стороной непосредственно после воздушных ударов ВВС США в районе Дирес. Взор по вооруженным силам Сирии в поддержку террористов ИГИЛ, российские военные корабли, расположенные в прибрежных водах Сирия, произвели прицеливание и уничтожили иностранный военно-оперативный центр, убив свыше двое удюжин израильских и западных офицеров. Российские военные корабли выпустили три ракеты Калибр по иностранному офицерскому координационному оперативному центру в районе Дар-За-Дореза в западной части Алеппы недалеко от горы Саман-Сомэн, убив 30 израильских и западных офицеров. Оперативный центр находился в западной части провинции Алеппы в районе горы Саман, где имеется много древних пещер, регион расположен в глубине горной цепи. Сообщение агентства Форс оставляет впечатление того, что оперативный центр был укомплектован, главным образом, израильскими военнослужащими. По всей вероятности, руководство объектом осуществляли США, и с объектом осуществлялась координация местными союзниками Вашингтона в тесной связи с американскими военными разведслужбами. За исключением агентства Форс и спад Найкау и Рэбэк, новость об этой российской атаке против разведывательного объекта коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, не попала в заголовки. Фактически, наблюдается тотальный блэкаут. Достоверность сообщений агентства Форс еще только предстоит подтвердить. Важным обстоятельством является то, что оперативный центр, находившийся в районе Алеппана территория, удерживаемый боевиками, был укомплектован личным составом стран, являющихся основными государствами-спонсорами ИГИ и Аль-Каида внутри Сирии, а именно, США, Британия, активно участвовавшие в авианалитах, а также четырех стран региона, Турции, Саудовской Аравии, Израиле и Катара. Соответствующая роль этих четырех стран региона в том, что касается вербовки, подготовки, логистики и финансирования терроризма, были достаточно полно задокументированы. Этот оперативный центр, то есть, боевой информационный центр, в регионе Алеппо также, как и полевые оперативные центры в других регионах, на территориях, контролируемых силами боевиков, находятся на постоянной связи с центрами военного командования и контроля США, израиле и их союзников. Следует вспомнить, что в октябре 2015 года Обама объявил, что он направил силы специальных операций США для действий внутри Сирии. Как утверждалось, в контртеррористических операциях против ИГИЛ, эти силы специальных операций США должны были включать менее 50 советников по специальным операциям, которые будут работать силами сопротивления, борющимися против исламского государства на севере Сирии. В последние месяцы Вашингтон подтвердил, что дополнительные 250 человек личного состава сил специальных операций США должны быть размещены в Сирии. Определенное количество специально отобранных сотрудников разведки должно было быть приписано к полевым оперативным центрам. Эта отправка сил специального назначения США совпала по времени с наплывом тысяч вновь завербованных мемников-джихадистов, которые присоединились к рядам различных террористических формирований. Сообщалось, что тысячи террористов пересекли турецко-сирийскую границу в начале марта 2016 года, чтобы расположиться для ведения боевых действий против правительственных сил в районе Алеппо. Оперативный центр в регионе Алеппо использовался для координирования действий на земле с разведывательными действиями беспилотников для нанесения ударов с воздуха. Согласно сообщению агентства ФОРС, личный состав разведывательных служб, приписанный к уничтоженному России оперативному центру возглавляемой Соединенными Штатами Коалиции, участвовал также в планировании осуществления нападения ВВС США на сирийских вооруженных сил Сирии на САА ФОРСИАС, которое было проведено непосредственно после заключения Женевского соглашения о перемирии. Базирующиеся в Сирии оперативные центры поддерживали связь с американским и союзным командованием, а также силами специального назначения, включая западный военный персонал, нанятый частными наемническими компаниями, интегрированными в различные повстанческо-террористические группировки, включая ИГИЛ и Аль-Нусра. Существование местонахождения в регионе Алеппо оперативного центра должно было быть известно как российским военным, так и сирийскому правительству, и, до недавнего времени, они с этим мирились, до недавнего времени никаких действий против этого центра не принималось. Согласно сообщению агентства Force News Agency, дело представляется таким образом, что Москва приняла решение выбрать оперативный штаб в регионе Алеппо непосредственно после решения Пентагона приказать ВВС США нанести воздушные удары по сирийским правительственным войскам, участвовавшим в боевых действиях против террористов ИГИЛ в Дерезоре. За сообщением Force News Agency российской атаки против разведывательного объекта США НАТО каких-либо иных сообщений в других СМИ пока не последовало, как не последовало и подтверждение на официальном уровне. Если сходить из того, что сообщение Force News Report достоверно, российская атака против операционного центра коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, имеет серьезные последствия. Создает ли это прецедент? Россия атакует руководимый Соединенными Штатами объект в качестве ответной меры за нападение на сирийские вооруженные силы в Дерезоре? Это представляет потенциально опасный водораздел в эволюции войны в Сирии, который необходимо рассматривать в более широком контексте эскалации военных действий. Однако, вместе с тем, операционный центр является незаявленным разведывательным объектом. Вашингтон не признал его существование, а Москва не предоставила официального подтверждения об этой атаке. Российские СМИ молчат по этому поводу, так же, как и Вашингтон. Ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы сделать эту проблему публичной. Автор – Мишель Хасудовский, профессор экономики Оттовского университета, Канада, основатель и директор Центра изучения глобализации Center for a Second Globalization, CRD, город Монреаль, Канада. Работал советником правительств развивающихся стран и международных организаций. Автор 11 книг, участвовал в составлении энциклопедии Бритэнника. В 2014 году был награжден золотой медалью за заслуги Республики Сербии и за освещение агрессии НАТО против Югославия. Коперайт проф. Мичел Часудовский, Global Research, 2016